Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот сегодня, в первый день Нового года, память двух святых обычно акцентирует память мученика Ванифатия в связи с тем беспредельным пьянством, которое в этот день бывает. Вот, и являет этот мученик пример обращения от греховной жизни именно вот в этих страстях к жизни духовной, становится мучеником. Вот, а второй святой, вот сегодня удивительный тоже, преподобный Илья Муромский. Ну, его жизнь особенно не изучена, потому что в основном мы пытаемся былинами, такими народными сказаниями о нем, вот зная, если хотим что-то узнать. Впрочем, то, что он, есть факты общепризнанные, вот, его называли чеботок, потому что он очень болел ногами в детстве, в молодости. Вот, это тоже отразилось и в пылинах, как известно. Вот, и он был таким выдающимся военачальником того времени, вот первого, можно сказать, первого времени Руси, да, и служил князю со всем усердием, и Господь давал ему силу одолевать враги. Вот, все это, как бы, известно. Вот, и тоже подтвержденный такой факт, что он был ранен в одной из битв, вот, в области сердца. Вот, и он после этого принял монашеский постриг и совсем недолго прожил, и умер уже в монашестве. Вот, и когда, собственно, были исследованы его святые мощи, как раз, вот, и по состоянию ног, и по состоянию, вот, области около сердца, как раз подтвердили, что все так и было. И то, что он болел ногами в молодости, и то, что он, вот, был ранен. Вот, все это было подтверждено. Но интересный факт, я, собственно, ради чего хотелось именно сейчас об этом сказать, сведения или другие, очень интересный факт был уже после этого. Да, его почитание ширилось, вот, первый русский аэроплан был назван, Илья Муромец Сикорский, когда создал, так и назвали. Но факт, на котором мы становимся, это из Второй мировой войны. Когда немцы захватили Киев, это вот такая есть история, то они, зайдя в Киево-Печерский монастырь, значит, пещеры, вот, интересовались, кто там, кто там, что там. И вот одному немецкому офицеру показали на мощи преподобного Ильи Муромского и сказали, это тот самый богатырь русский, непобедимый, который, вот, сокрушал всех врагов. И гордый немец, чтобы показать, это, конечно, совершеннейшее безумие, гордость, она всегда ослепляет ум человеческий, чтобы показать свое превосходство, резанул ножом мощи. Потекла кровь. В ужасе этот офицер оттуда побежал, и, в общем, больше там они не появлялись. Ну, казалось бы, к нам какое-то имеет отношение. Но ведь Господь все в определенных образах нам представляет. Для того, чтобы мы обращали всякую историю, всякую, все, что может нас научить, все, что может нас вразумить, поистине, в научении и во вразумлении. Господь сам говорит. Я, кажется, собственно, и рассказывал о том, что это чтение евангельское читалось в день смерти отца Дмитрия. Что вы мне говорите, Господи, Господи, не творите того, что я говорю. Вот что происходит, когда мы вроде бы почитаем святых и обращаемся к ним. И они снисходят и посылают нам милости, и умоляют Господа о милости нам. Потом мы как неблагодарные такие вот свинтусы возвращаемся к обычной жизни. Нас это не меняет никак. А что происходит, когда вот такое странное отношение со святыми? Действительно странное. Оно действительно похоже на отношение, в известном смысле похоже на отношение этого немецкого офицера. Он понимал, что это богатыщ. он только представлял, что он как немец арийской расы или еще как-то так, что он достойнее. Вот. То есть, что его то, что вот такой богатыр лежит и веками его память почитается, вот, его это он как бы он признает это, но никак не отражается на его жизни. Ну и ты бы вот раньше ведь как относились к врагам, которые проявляли себя достойным образом со всяческим уважением. Одна история крейсера «Варяг», когда японцы просто отпустили домой всю команду, увидев в их поведении пример мужества, пример достойной подражания. Они действительно, как говорится, сняли шляпу. Вот. И так было всегда в истории, очень практически вот это уважительное отношение к тому, кто с тобой у тебя противостоит, это нормально. Но здесь вот не так. А что для нас, почитающих святых, молящихся, что значит вот это уважительное отношение? Это значит для нас, для христиан, здесь другая планочка, другие требования для нас. Это значит, что получив милость, умолив святого о помощи, надо менять жизнь, надо обновиться. Вот так получается, что и этот святой преподобный Илья Муромец вот хотя бы через эту историю вот тоже как бы зовет нас к обновлению в день Нового года. И об этом мы будем молиться сегодня после кончания или другие совершим новогодний молебен, который как раз вот ровно об этом. И об этом надо просить Господа, чтобы нам обновиться, измениться. Все испытания, все трудности посылаются только для этого, чтобы человек вот в этом, в этих условиях изменившихся изменился сам. потому что обычное течение жизни его расслабляет. Он теряет бдительность, бодрость души. Вот. И вот преподобный Илья Муромец, как никто другой, учит нас и бдительности, и бодрости души своим примером воина, стража родной земли с одной стороны. А с другой стороны, человеку, уязвившемуся сердцем, действительно, рана у него была именно в околосердечной области во время битвы. Человек всецело к Господу обращающегося, то есть достигающего, опять же, меняющегося и достигающего монашеского совершенства. Вот. Поэтому будем вспоминать об этом примере с немецкого офицера. Примере, прямо скажем, весьма для нас обличительным. Потому что когда мы вот так вот только потребительски относимся к святым, то они кровь проливают. Уже после своего страдания, своего воскресения, а в своей славе небесной они кровь проливают. об этом чудно писал и отец Понтий тоже, что именно вот такого рода молитва без изменения и исправления она раны наносит. Уже посмертные раны святым. Вот. Дай Господи, чтобы эта история была не про нас. Аминь. Редактор субтитров субтитров субтитров